Здравствуйте, сегодня 3 февраля, в эфире новости от Максимаркетс и в этом выпуске. Обзор рынка Форекс, прогноз по основным валютным парам и драгоценным металлам, макроэкономические новости, обзор календаря экономических событий, недельный прогноз рынка Форекс, видеоуроки для опытных и начинающих трейдеров, еженедельный выпуск Банкир ТВ. И в начале о главных экономических новостях вторника. Резервный банк Австралии опубликует решение по основной процентной ставке и сопроводительное заявление к решению. Изменения здесь не ожидаются, ставка будет сохранена на прежнем уровне 2,5%. Кроме того, Австралия опубликует объемы выданных разрешений на строительство и итоговые показатели баланса внешней торговли за декабрь. Великобритания отчитается по динамике индексов цен на жилье и деловой активности в строительном секторе. В Швейцарии обнародуют итоговые показатели баланса внешней торговли за декабрь, включая объемы экспорта и импорта. В Канаде выйдут декабрьские индексы сырьевых цен и цен производителей. А в статистике США будут опубликованы декабрьские изменения объема производственных заказов и еженедельный индекс розничных продаж. «Красная книга». Евро-доллар на вчерашних торгах по-прежнему торговался в довольно узком боковом диапазоне коррекции, однако котировки валюты отошли от ее трехдневных минимумов и закрепились вблизи краткосрочного уровня сопротивления 1,1360. Поводом для роста валюты стали сразу несколько факторов. Прежде всего, спрос на евро в начале торгов получил поддержку от публикации в швейцарской прессе сообщения о том, что Национальный банк Швейцарии неофициально вновь установил предельный курс франка по отношению к евро в диапазоне 1,05-1,10, при достижении которого банк будет проводить валютные интервенции, скупая евро и продавая франк. Во-вторых, экономическая статистика в еврозоне выдала, наконец, позитивные результаты. Окончатель индекс деловой активности в производственной сфере совпал с предварительной оценкой 51 и чуть превысил предыдущий показатель 50,6 пункта. В связи с ростом новых заказов увеличилось также производство, причем максимальными темпами за 6 месяцев. При этом занятость выросла пятый месяц подряд, а себестоимость снизилась максимально за 5,5 лет из-за резкого снижения мировых цен на нефть. Третьим фактором роста единой европейской валюты стали заявления нового греческого премьер-министра Алексиса Ципроса о том, что он уверен в достижении договоренности с международными кредиторами по поводу госдолга и не допустит дефолта Греции по ее долговым обязательствам. И, наконец, четвертым фактором стало ослабление доллара на фоне увеличения цен на нефть и негативной экономической статистики из США, продемонстрировавшей снижение деловой активности в производственном секторе, падение производственного индекса АСМ, включая и его составные показатели по новым заказам, экспорту и занятости, а также снижение уровня потребительских расходов. В этих благоприятных для евро условиях единая валюта не сумела показать больший рост только в связи с ожиданием публикации в США в среду и в пятницу значимых отчетов по уровням занятости от агентства ADP и по платежным ведомостям NFP. В нашем прогнозе на вторник предполагаем краткосрочное снижение пары, ориентировочное к ценовому уровню 1,1290, а затем новые развороты, возобновление подъема курса единой европейской валюты к целевым уровням 1,1356, 1,1385, 1,1400 и, возможно, к 1,1422. Фунт доллар продолжает отчаянно цепляться за 50-ю фигуру и хотя стабилизация вблизи этого уровня все еще дает быкам шанс возобновить восходящую коррекцию, однако воспользоваться им пока никак не удается. Вот и на вчерашних торгах после публикации в Times позитивного прогноза по росту британской экономики в первом квартале текущего года котировки валюты взлетели вверх и от минимума азиатской сессии 1,5035 вновь вернулись в зону утренних максимумов к ценовому уровню 1,5087. Попытка восстановления сразу же привлекла внимание медведей, которым удалось отбросить пару и зафиксировать на снижении минимальный дневной уровень 1,5004. Тем не менее, выход в Великобритании более сильных, чем предполагалось данных по деловой активности в производственной сфере 53 против 52,6 пункта спровоцировал новый рост пары. Котировки валюты протестировали в очередной раз ценовой уровень 1,5081. Однако удержать восходящее движение не смогли. Составной компонент индекса деловой активности подтвердил отсутствие инфляционного давления в экономике Великобритании, что вместе со снижением фунта в кроссовой паре еврофунт отправило британскую валюту к отметке 1,5009, вблизи которой пара и завершила торговлю. В нашем прогнозе на сегодня предполагаем первоначальное снижение пары и попытку тестирования предыдущих минимумов 1,4988 и 1,4950. Далее ожидаем разворот и подъем курса британской валюты к целевым уровням 1,5047, 1,5072, 1,5090 и, возможно, выше к очередному уровню поддержки 1,5128. По-прежнему напоминаем, что в технической картине данной пары все еще реальной является опцией преобразования коррекционной модели треугольник в структуру канала и последующее связанное с этим снижение пары. Проверочным критерием для такого развития событий станет пробой вниз уровня поддержки 1,4950 и закрепление валюты под ним. Если это произойдет, снижение пары продолжится к ключевому уровню поддержки 1,49 и, возможно, ниже к ценовому уровню 1,4830. Далее ожидаем возобновления подъема курса британской валюты к выше названным целевым уровням. Коррекционное снижение золота от достигнутого накануне максимума несколько изменило положение металла относительно его уровней сопротивления и поддержек. Ближайшее краткосрочное сопротивление по золоту проходит сейчас по уровню дневного разворота 1,277 долларов за унцию. Пробой этого сопротивления при движении наверх возобновит подъем металла к следующей цели 1,280 долларов, а затем мы к уровням 1,282, 1,285 и 1,292 доллара за унцию. Ближайшая поддержка металла расположилась на ценовом уровне 1,271 доллар. Если она будет пройдена, станет возможным дальнейшее снижение золота к целевым уровням 1,268, 1,265 и 1,258 долларов за унцию. В нашем прогнозе по ценовой динамике золота на вторник предполагаем краткосрочное снижение в ценовую зону 1,271-1,265 долларов за унцию, а затем возобновление подъема и роста стоимости металла к вышеназванным целевым уровням сопротивлений. Серебро на торговой сессии в понедельник продемонстрировало боковую динамику, практически не изменив положение металла относительно уровня его сопротивления и поддержки. Ближайшим краткосрочным сопротивлением для него по-прежнему является ценовой уровень 17,30 долларов за унцию. Если возобновится движение наверх и это сопротивление будет пробито, металл может подняться выше к уровню недельного разворота 17,45, а затем после его пробоя к целевым уровням 17,57 и 17,80 долларов за унцию. Ближайшая поддержка для серебра расположилась на уровне дневного разворота 17,15 долларов за унцию. Если котировки преодолеют ее, снижение продолжится далее к следующим целям 17,16 долларов 85 центов и 16,68 центов за унцию. И в нашем прогнозе по серебру на сегодня также предполагаем возобновление подъема стоимости металла к вышеназванным целевым уровнем сопротивлений.